Виды Петергофа, Кавказа, Сербии и родного края. Автор фотографий Марии Долина отобрала для экспозиции любимые кадры из путешествий по России и зарубежью. На снимках есть общие планы ландшафтов, а есть только детали, которые отражают общую концепцию города или деревни. Мария в каждую поездку берет фотоаппарат и снимает то, что кажется ей красивым и фактурным. Я очень люблю работу, где моя дочь сидит на Эльбрусе. Очень это была памятная поездка, когда мы поднимались на большую высоту, конечно, не сами, но виды там были красивые, она была маленькая, и кадр запомнился. О каждой из представленных фотографий нам может рассказать историю ее создания. Все снимки особенные и сделаны с любовью. На одних много света и воздуха, другие отличаются большим количеством деталей и яркими цветами. Одна фотография почти полностью темная с силуэтом мужчины. Поймала атмосферный кадр Марии на закате. Это пастух из моей деревни, в которой я выросла и провожу каждое лето, и он очень поет песни. Он стоит на берегу и поет песни, поэтому его видно, слышно. Он очень колоритный человек. Вторая часть экспозиции «Цифровая палитра» – это картины воспитанников медиастудии, в которой Мария Долина учит ребят компьютерной графики. На выставке представлены лучшие работы учеников с первого по пятый класс. И компьютерная графика, и фотография – это все предметы, связанные с цифровыми технологиями, направлениями искусства. Это то, что связано с компьютером, с фотоаппаратом, с техническими средствами. Именно поэтому этому и учатся ребята на отделении медиастудии. Есть совсем простые рисунки ребят, которые только осваивают специальные программы. В других уже видно мастерство владения компьютерной графикой. Рисунки такие, можно было бы нарисовать краской, но они нарисованы на компьютере. Что-то там смоделировано в 3D-графике. То есть у нас же параллельное обучение идет. То есть ребята, допустим, сделали макет куклы из бумагопластики, тут же куклу мы повертели через геометрические формы и сделали модель в 3D-программе. Украсили вернисаж, яркие творческие номера в исполнении юных музыкантов. Познакомиться с творчеством преподавателей и воспитанников детской школы искусств номер 2 можно в структурном отделении по адресу улица Московская, дом 36, в часы работы школы, без возрастных ограничений. Елена Грецкого, Евгений Шовцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.